Всем доброго-доброго времени суток. Вас приветствует команда «Литопольс». Мы очень рады, что вы снова составили нам компанию. Продолжаем вебинары июня. Сегодня мы разбираем тему «Псориаз». И наш несменный эксперт Елена Алексеевна Арчибасова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной физиологии Новосибирского государственного медицинского университета, специалист отдела поддержки компании «Биаквант». Всем хорошего занятия! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы продолжаем тему июня, тему, посвященную проблемам кожи. И вебинар, который мы сегодня с вами будем разбирать, посвящен теме «Псориаз». Итак, давайте вначале познакомимся с тем, что же это за такое заболевание «Псориаз». Псориаз, другими словами, еще называется «Чешуйчатый лишай». И это заболевание кожи, оно является одним из самых распространенных среди всех кожных болезней. Это хроническое заболевание, которое может протекать в течение длительного времени. И, как правило, оно протекает годами и сопровождает человека на протяжении всей его жизни. И, как любое хроническое заболевание, оно чередуется сменой периодов рецидивов, то есть обострения состояния и ремиссии, то есть определенного стихания проявлений этой болезни. Итак, сам термин, название заболевания «Псориаз» происходит от греческого слова «псориаз». И дословный перевод с греческого означает «почесуха» или другими словами «кожный зуд». И вот это само название и то, что оно означает, как бы уже и определяет основные клинические проявления. Итак, чем же обусловлены эти проявления, связанные с кожным зудом? Если посмотреть на то, как происходит деление клеток кожи, то и сравнить то, что происходит в норме, и то, что происходит при псориазе, то деление клеток кожи при псориазе происходит намного быстрее. И происходит быстрее практически в 30 раз по сравнению с нормой. А значит, клетки не успевают полностью созреть при такой скорости деления. И между клетками утрачиваются межклеточные контакты. И в результате этих процессов происходит образование чешуек. Одним из моментов развития этого заболевания является изменение работы иммунной системы. То есть, в патологический процесс обязательно вовлекается иммунная система. И вовлекается таким образом, что одним из патогенетических звеньев развития этого заболевания являются так называемые аутоиммунные проявления. Аутоиммунные проявления означают, если дословно перевести слово аутоиммунный, то аутос – это сам свой себе, ну и иммунитет. То есть, появляются клетки иммунной системы, которые начинают оказывать защиту, то есть, сопротивляться, бороться с клетками собственного организма. Аутоиммунные, то есть, борьба своими собственными клетками. И в результате всех этих иммунных перестроек происходит воспалительный процесс. Хроническое воспаление в очаге поражения. То есть, при псориазе одним из моментов развития этого заболевания является изменение работы иммунной системы. Давайте посмотрим на следующий слайд. Здесь приводится как раз два состояния. Первое состояние, здесь вот показано, здоровая кожа. И то, что происходит с кожей при псориазе. Итак, мы сказали, что деление клеток при псориазе происходит гораздо быстрее. И вот здесь как раз это и показано. Если обычный цикл деления созревания клеток кожи происходит за 3-4 недели, формируются нормальные клетки кожи, в частности эпидермиса, потом они обязательно услущиваются, это совершенно естественный процесс, клетки кожи постоянно обновляются, то при псориазе этот процесс происходит гораздо быстрее, за 4-5 дней. Вот здесь это показано. И в результате чего образуются бляшки. Мы сегодня разберем особенности бляшек при псориазе и основные характерные черты этого заболевания. И как следствие происходит образование чешуек. И чешуйки постоянно отделяются от кожи. Вот основные проявления этого процесса. Итак, что же является причиной псориаза? Вот есть ли такая причина, которая точно известна, которая приведет к развитию этого заболевания? И если можно было бы узнать причину этого заболевания, то псориаз можно было бы вылечить. Но, к сожалению, конкретные причины, которые приводят к развитию псориаза, никто до сих пор не знает. Существуют факторы, предрасполагающие факторы, которые могут привести к развитию этого заболевания. Существует несколько теорий, которые существуют на сегодняшний день и которые могут в какой-то степени объяснить возникновение псориаза. Но конкретные причины, конкретные этиологии псориаза неизвестны. Итак, одной из теорий развития псориаза – это иммунная теория, которую мы сейчас немножечко охарактеризовали. То есть, в основе развития процесса на коже это развитие аутоиммунного ответа. Аутоиммунного ответа, который приводит к тому, что появляется большое количество специфических иммунных клеток, которые называются Т-лимфоциты, которые скапливаются в толще кожи и способствуют возникновению хронического воспаления и, как следствие, утолщению кожи в очаге поражения. Следующая теория, которая имеет право на существование – это наследственная теория. Наследственная причина или другими словами выделяют наследственный фактор. Здесь нужно учитывать семейный анамнез, проследить наследственность. Если родители ребенка страдают псориазом, то возможность развития у ребенка этого процесса составит практически 50%. То есть доля вероятности появления псориаза у ребенка от родителей страдающим псориазом очень и очень высока. Следующая теория – это генетическая теория. Генетическая теория, которая связана с мутацией генов. Мутации генов, которые отвечают за созревание иммунных клеток. И вот эти мутации могут произойти в любом возрасте. То есть эта причина не связана с наследственным фактором. Какие-то другие факторы, какие-то причины, которые могут воздействовать и вызвать мутацию определенных генов, что в дальнейшем может сказаться изменением тех процессов, которые будут определяться на коже. И следующая причина, которая может привести к возникновению этого процесса – это стресс. Стресс, стрессовые ситуации, длительное воздействие на стрессовых факторов может привести к дебюту этого заболевания. И если это заболевание уже имеется, то стрессовые факторы могут выступать в качестве провоцирующих факторов, как факторов, приводящих к обострению этого заболевания. Что хочется сказать про псориаз? Псориаз – это кожное заболевание, это дерматоз, но это ни в коем случае не инфекционное заболевание. А если оно не инфекционное, значит оно не заразное. И значит оно не передается от человека к человеку, допустим, при прямом контакте, при рукопожатии, при использовании одних и тех же предметов быта, при каких-то близких взаимодействиях. Это заболевание не передается. Нужно сказать немножечко о статистике, о распространенности этого заболевания. Псориаз, как мы сказали, это очень распространенный дерматоз. И от этого заболевания страдает примерно 4% населения всего земного шара. Это заболевание может развиваться в любом возрасте, начиная от момента рождения и до глубокой старости. Может быть дебют этого заболевания. Однако выделяется определенный возраст, когда это заболевание себя проявляет. Другими словами, псориаз, если так можно выразиться, любит молодых. И проявление этого заболевания где-то в 70% пациентов, страдающих им, появилось в возрасте до 20 лет. Итак, выделяют несколько форм псориаза. Давайте разберем название этих форм, а в дальнейшем мы уже посмотрим, как это выглядит. Выделяют вульгарный, ну или так скажем простой, самый распространенный вариант псориаза, это бляшечный псориаз. Появление на коже высыпаний в виде бляшек. Следующий вид псориаза, который по распространенности занимает второе место, это каплевидный псориаз, который характеризуется появлением на коже уже мелких высыпаний, но очень многочисленных. Следующая форма – пустулезный вариант. Слово «пустула» означает «пузырек заполненный гноем», то есть появлением уже определенного вида гнойничков, которые располагаются на коже. Следующая форма псориаза – это ладонно-подошвенный псориаз. Само название говорит о том, где происходит локализация. То есть процесс будет вовлекаться кожа ладоней и подошв. Эксудативный вариант от слова «эксудация», то есть выделение жидкости. Чешуйки, которые образуются при псориазе, пропитываются жидкостью, просачивающейся жидкостью, связанную с воспалительным процессом, как правило, желтоватого цвета. И чешуйки слепаются, и меняют цвет, могут становиться желтоватой окраски. Следующая форма – это эритродермия. Это тяжелый вариант течения псориаза. Так как при эритродермии в процесс вовлекается практически вся поверхность кожи. И не только кожные проявления характерны при эритродермии, но еще будут и системные реакции. Особенно они будут проявляться при обострении. Это повышение температуры тела, это вовлечение в процесс лимфатических узлов, ну и, конечно же, это изменения состава крови, характерные для воспалительного процесса. И есть еще одна форма, которая уже, конечно, будет связана с осложнением псориаза. Это псориатический артрит. Это форма, при которой в процесс будут вовлекаться уже и суставы. Но мы тоже сегодня об этом скажем. Итак, каковы же основные симптомы псориаза? Ну, вот на представленном слайде видны основные кожные проявления. Верхний рисунок демонстрирует нам бляшечный псориаз, нижний – мелкоточечные высыпания на коже. Итак, основные проявления, основные симптомы псориаза – это воспаление, это шелушащие пятна красного цвета. И эти проявления на коже, конечно же, будут сопровождаться сильным зудом, и мы вначале сказали, да, псориазис, почесуха. Такие пятна или бляшки, они имеют излюбленные места локализации, хотя могут располагаться и по поверхности всей кожи, всего тела. Но все же, излюбленные места локализации – это волосистая часть головы, это колени, это локтевые сгибы суставы, нижняя часть спины и это кожные складки. А также, нужно сказать, у страдающих псориазом примерно у четверти пациентов в процесс будет вовлекаться еще и ногти. Итак, бляшки, изменения на коже. Размеры бляшек могут быть самыми различными. Они могут быть мелкие, мелкоточечные высыпания, размер с булавочную головку, до обширных высыпаний бляшек, которые могут быть очень большими, даже в размер с ладонь. Иногда в области пораженных участков, так как это все-таки воспалительный процесс, могут возникать трещины, которые могут подвергаться нагноению, то есть это уже осложнение, инфицирование, нагноение. И если говорить о, так скажем, хроническом, прогрессирующем псориазе, то для этой формы характерен так называемый феномен Кегнера. В чем заключается этот феномен? Он заключается в том, что развитие псориатических бляшек, их образование происходит в местах травм и царапин кожи. То есть любые повреждения на коже, связанные с образованием царапин, ссадин, нарушением целостности кожного покрова, именно в этом месте происходит образование псориатических бляшек, что, как понятно, будет ухудшать течение этого заболевания. Если посмотреть локально, рассмотреть бляшку, изменения в коже, то имеется ряд определенных признаков, которые будут только при псориазе, и эти признаки являются отличительными клиническими проявлениями псориаза. Если посмотреть внимательно на бляшку и поскоблить ее ногтем не сильно, то сначала будет очень легко отделяться белая чешуйка. И вот здесь на представленном слайде как раз и заметны вот эти вот белые, так скажем, образования, это и есть вот эти чешуйки уже отмершие участки, которые в дальнейшем будут отделяться от бляшки. Легко отделяются белые чешуйки. Если посмотреть внимательно на эту чешуйку, то поверхность ее напоминает крошки стеариновой свечи. Характерный признак псориаза. Если дальше продолжать скоблить по этому элементу бляшечному, то появляется гладкая красная пленка. И вот посмотрите, она как раз просвечивает под вот этими белыми чешуйками красная, уже изменение кожи, вот это и есть красная гладкая поверхность. Если же еще продолжать поскобливание, то будут уже, так скажем, происходить повреждения капилляров и будут видны капельки крови. Вот характерные, отличительные признаки процессов кожи, связанных с псориазом. Итак, помимо кожи, при псориазе страдают придатки кожи – это ногти. И ногти вовлекаются в процесс, как было сказано выше, примерно у четверти пациентов. Могут происходить изменения волос, но все-таки чаще происходит изменение ногтей. Итак, что происходит с ногтевой пластинкой? Ну, прежде всего, под ногтевой пластинкой наблюдается гиперкератоз. Что такое гиперкератоз? Ну, прежде всего, опять же, слово давайте разберем по частям. Гипер – это много, кератоз – это непосредственно элементы кожи, кератин. Значит, соответственно, гиперкератоз – это утолщение рогового слоя, которое происходит при патологическом повышении скорости деления клеток рогового слоя эпидермиса. Значит, при псориазе, значит, под ногтевым пространством наблюдается гиперкератоз. Если посмотреть на саму ногтевую пластинку, то она приобретает исчерченность. И на ней образуется вдавливание. Это так называемый симптом наперстка. Здесь отчетливо видно исчерченность и вдавливание – симптом наперстка. Как одним из осложнений псориаза является псориатический артрит, когда в процесс вовлекаются уже суставы. Как правило, при артрите, при псориатическом, в процесс вовлекаются мелкие суставы. И это сопровождается болевыми ощущениями и воспалительными явлениями. В течение псориаза различают летний и зимний псориаз. Что это такое? Летний псориаз обостряется в летнее время года. И обострение процесса на коже связано с воздействием солнечных лучей. И если у пациента дифференцируется летняя форма псориаза, то основными рекомендациями, которые он должен придерживаться, он должен избегать воздействия солнечных лучей на коже и ни в коем случае не загорать. Так как солнечные лучи могут спровоцировать рецидив болезни. И особенно самыми яркими и, так скажем, пагубными воздействия солнечных лучей – это февраль-март. И, соответственно, вот февраль-март у пациентов, ну а также и весь летний период, но, как правило, обострения чаще всего проявляются вот этот период яркого воздействия солнца – конец зимы, начало весны. Поэтому такие пациенты должны себя обезопасить от действия солнечных лучей и избегать пребывания на солнце. И вторая форма псориаза, наоборот, называется зимний тип. Это другая совершенно форма, при которой болезнь летом стихает или практически, ну как можно сказать, добивается, можно добиться стойкой ремиссии. И таким пациентам зимней формы псориаза, наоборот, будут показаны инсоляции, воздействия солнечных лучей, воздействия ультрафиолета. Но мы про возможные способы лечения будем говорить немножечко позже. Итак, вот такие проявления на коже вызывают сильный зуд, изменяется, конечно же, внешность. Это приводит к тому, что у пациентов страдает психика. Отношение к себе, недовольство к себе. Это может привести к социальной изоляции. Такие пациенты стараются избегать общения с людьми, так как психологический момент имеет здесь место быть. Такие пациенты могут испытывать депрессию, и для них характерна повышенная тревожность. И, конечно, все это влияет на качество жизни и ухудшает состояние таких пациентов. Качество жизни – один из факторов, который учитывается при терапии любого заболевания, в том числе и псориаза. И здесь на первое место, конечно же, выходит зуд кожи. Это изменения, которые связаны с изменением в суставах. Это псориатический артрит. И, конечно же, это изменение психики. Вот, зная все это, давайте немножко поговорим о профилактике псориаза. Но если говорить о профилактике какого-либо заболевания, то, конечно же, нужно знать причину этого заболевания и уже отталкиваясь от причины профилактировать. Но так как причину псориаза установить не удалось, только существуют какие-то определенные провоцирующие факторы, какие-то факторы, которые могут способствовать развитию этого заболевания, то на эти факторы и нужно обратить особое внимание. Ну, если говорить о профилактике, то, профилактируя воздействие на эти факторы, можно продлить состояние ремиссии и уменьшить, так скажем, количество вспышек обострения этого заболевания. Но прежде всего нужно обратить внимание на состояние кожи. Так как при псориазе идет повышенная скорость деления клеток, это сопровождается сухостью кожи. И в связи с этим пациентам, страдающим псориазом, основной момент, на который нужно обращать внимание, это поддержать кожу во влажном состоянии. Следующее. Нужно не допускать, избегать нарушения целостности кожного покрова, а значит, по возможности избегать возникновения царапин, прокалывания, другой вид травмирования кожи. Так как мы с вами уже знаем, что при нарушении целостности покрова в этом месте, как правило, и будет возникать псориатическая бляшка. Стресс. Стресс – это очень сильный провоцирующий фактор, поэтому если это возможно, конечно, избегать стрессовых ситуаций. Следующий момент – это избегать по возможности инфицирования, обострения каких-то хронических заболеваний, которые есть, допустим, у этого пациента. Это борьба с очагами хронической инфекции. Так как любые изменения системы иммунитета, ослабление иммунитета, может также вызвать обострение псориаза. Алкоголь. При псориазе пациентам рекомендуют вообще отказаться от алкоголя. Почему? Потому что при псориазе в процесс так или иначе будет вовлекаться печень. И, соответственно, прием алкоголя – это анол. Он пагубно влияет на клетки печени, а печень, как нам известно, одной из ее многочисленных функций является детоксикация, то есть обезвреживание токсических компонентов, которые поступают в организм. Таким образом, алкоголь при псориазе недопустим. Также это касается и курения, так как курение также может усилить течение псориаза и привести к обострению этого заболевания. Дальше. Пациентам, страдающим псориазом, нужно обязательно обращать внимание на свой гардероб. Но, прежде всего, это на те вещи, на ту одежду, которая непосредственно соприкасается с кожей. Соответственно, это, прежде всего, касается белья. Значит, одежда должна быть из натуральных материалов, из хлопка. Если это какая-то верхняя одежда, в частности, шерстяная одежда, которая может царапать, раздражать кожу, то обязательно нельзя допускать, чтобы она вплотную прилегала к телу, а, соответственно, должна быть какая-то хлопчатобумажная прослойка. А также одежда из синтетических материалов, у нее нарушены гипероскопические свойства, и, соответственно, таким пациентам лучше отказаться от вещей из синтетики. Если говорить о каких-то косметических проявлениях, то лучше всего носить одежду светлых тонов, потому что чешуйки, которые постоянно отделяются от кожи, их заметно, а на светлой одежде все-таки они менее заметны. Если говорить об еде, о пище, то какой-то конкретной диеты, которая бы следовало придерживаться пациентам с псориазом, нет. Но, так как в процесс обязательно вовлекается печень, поэтому в диете нужно придерживаться следующих правил. Нужно к минимуму свести прием жирных, жареных, копченых продуктов. А также избегать продуктов аллергенов. Продуктов аллергены, которые, ну, в одном из вебинаров мы разбирали продукты по градации, да, степени их аллергической активности. Ну, прежде всего, таким пациентам рекомендуют исключить из рациона питания шоколад, цитрусовые, мед, если на нем, ну, как правило, да, мед является сильным, так скажем, аллергеном. Это кофе, орехи, это яйца, то есть продукты, обладающие высоким аллергическим индексом. Лучше всего исключить из своего рациона. Нужно сказать, что в диете нужно сделать, так скажем, акцент на продукты, в которых содержится много кальция. Значит, мы сейчас говорим о микроэлементах. Таких микроэлементов, как кальций и цинк. Кальций. Ну, как известно, продукты, богатые кальцием, это продукты молочные. Соответственно, в рационе питания они должны присутствовать обязательно. А также это микроэлемент цинк, влияние которого в организме влияет на выработку белка и в целом стимулирует иммунитет. Продукты, богатые цинком, ну, прежде всего, это фрукты, яблоки, это апельсины. Очень много цинка находится в орехах, в арахисе. Это семечки тыквы, семечки подсолнечника, спаржи, сельдереи. Это такие продукты, которые вот содержат достаточно большое количество цинка. Их нужно обязательно включать в рацион питания. Теперь давайте немножечко остановимся. А что же делать? Какие существуют методы, способы воздействия на псориатические образования? Как обычно, мы не будем останавливаться на конкретных методах терапии, а поговорим об основных направлениях и не медикаментозных. Ну, очень активно применяется физиотерапия, значит, в лечении псориаза. Применяется такой вид воздействия, как герудотерапия. Герудотерапия, все знаете, это использование пиявок. Пиявки за счет того, что они выделяют в кровоток элементы своей слюны, герудин, тот элемент, который там содержится, он улучшает кровоснабжение, он улучшает в связи с этим трофику тканей, нормализует иммунные реакции. Следующий вид физиотерапии, который применяется при лечении псориаза, это криотерапия. Крио – это холод. Другими словами, это лечение холода. Существуют специальные камеры, криокамеры, куда помещается пациент. Он может помещаться туда весь, либо какими-то частями своего тела. И вот в этих криокамерах, посмотрите, очень низкая температура, она может там достигать даже до минус 130 градусов. Это, конечно, все под, так скажем, контролем врача в специализированных медицинских учреждениях. Некоторое время, несколько минут, помещение в криокамеру, уменьшается зуд, и это способствует уменьшению, устранению воспалительных реакций и отечности на коже. Следующим методом воздействия при псориазе является так называемая ПВА-терапия. Это фотохимиотерапия, которая заключается в том, что пациент вначале принимает специальные препараты, которые могут накапливаться в клетках кожи, и затем он подвергается облучению света с определенной длиной волны, и возникает такой эффект фотосенсибилизации. Опять же, либо локальное воздействие, либо какое-то системное воздействие, и вот именно воздействие фотохимиотерапии также может уменьшить проявление псориаза. Следующий вид лечения, физиолечения, это лечение ультрафиолетом. Но опять же, мы в самом начале сказали, что существует летняя и зимняя форма псориаза. Поэтому для пациентов с летней формой псориаза этот вид лечения совершенно недопустим. А вот с зимней формой псориаза воздействие ультрафиолетом оказывает свое благотворное влияние. Посмотрите, существует воздействие ультрафиолетовыми лучами с разной длиной волны. В настоящее время применяются средневолновые воздействия, так называемые УФБ-лучи и длинноволновые УФА-лучи, которые также применяются исключительно под наблюдением специалистов и в специализированных медицинских учреждениях. Следующее, что можно порекомендовать пациентам, страдающим псориазом, это климатотерапия. Другими словами, санаторно-курортное лечение. Климатотерапия, прежде всего, это лечение в условиях Черноморского побережья, сочетание факторов воды, воздуха, температуры, влажности благотворно оказывает воздействие на кожные проявления. А также существует такой еще метод лечения, как лечение при помощи рыбок. Есть такие рыбки, которые называются гароруфа, или по-другому, называется рыба-доктор. Эти рыбы живут в определенных водоемах, и, соответственно, можно использовать искусственно, создавать резервуары, то есть не обязательно там находиться в море в течение длительного времени. Пациент помещается в воду, где находятся вот эти вот самые рыбки. И значение этих рыбок заключается в том, что они как бы объедают чешуйки отмершей кожи пациента. И, соответственно, такое воздействие длительное, по некоторым методикам даже, это 8 часов пребывания в такой вот воде, в таком резервуаре, в течение, допустим, трех недель оказывает очень хороший положительный эффект. Ну, теперь немножечко от общих наших таких современных познаниях, то, что удалось науке узнать об этом заболевании, как можно с ним бороться, как можно от него немножечко защитить свой организм при обострениях. Перейдем к представлениям аюрведическим. В целом мы говорим о заболеваниях кожи. Так вот, если говорить о проявлениях кожи и типам ДОЖ, то в целом кожным заболеваниям в большей степени подвержены люди ПИТО типа конституции. Потому что ПИТО в целом, да, она может перегревать кровь, что неблагоприятно сказывается на состоянии кожи. И в целом ПИТО ДОЖ, это ДОЖ, которая ответственна за внешний вид и в целом цвет кожи. Это если мы говорим в целом о кожных заболеваниях. Если мы ведем конкретно разговор сегодня о таком дерматозе, как псориаз, то согласно аюрведе, псориаз возникает из-за дисбаланса двух ДОЖ. ВАТО и ПИТО, то есть дисбаланс воздуха и огня. ВАТО ДОЖ и ПИТО ДОЖ проявляются на коже и вызывают накопление токсинов. И вот эти токсины, они накапливаются в глубоких тканях. Изначально, по аюрведическим представлениям, проявление на коже связано с интоксикацией организма изнутри, глубоких тканей. Что относится к этим глубоким тканям? Прежде всего, это раса, которую мы ассоциируем с жидкой частью крови, это плазма и все, что в ней находится. Это ракта, это клеточный элемент крови. Мамса, мышцы. И вот, соответственно, накопление токсинов в этих глубоких тканях приводит к проявлениям на коже, к этим проявлениям псориаза. Зная это, основная цель при лечении аюрведическом подходе – это очистка, если можно выразиться, очистка крови и ткани. Если перевести это на современное представление, то это детоксикация, то есть удаление токсина из организма. Удаление токсина затем должно сопровождаться назначением определенных питательных и тонизирующих трав, которые будут способствовать восстановлению и заживлению кожных покровов. О травах, как обычно, в самом конце. Итак, кожа тесно связана с плазмой. В аюрведе выделяем плазму и кровь как клеточные элементы. В целом, она связана с кровью. Соответственно, кровь циркулирует по всему организму. Обновление крови, насыщение крови кислородом происходит в легких, соответственно, через легкие происходит выделение в окружающую среду отработанных продуктов. Проявления на коже тесно связаны с циркуляцией крови по организму, с насыщением крови кислородом в легких и выделение через легкие токсических продуктов и обязательно с печенью, так как печень, одной из ее функций является детоксикация. В связи с этим, в лечении псориаза имеют место применения таких препаратов, которые обладают отхаркивающим, патагонным действием, а также те препараты, которые улучшают обмен веществ. И здесь особая роль отводится к применению так называемых горьких тоников, то есть горечей, которые позволяют как раз очистить печень. Итак, что является основным в лечении псориаза? Ну, прежде всего, на особенностях диеты. Итак, обязательно включение в рацион ягод, фруктов, которые не обладают кислыми вкусами, это употребление овощей, которые не обладают кислыми свойствами, это обязательно прием горечей, допустим, в виде грейпфрута, в самостоятельном варианте, либо в виде соков, и обязательно обильный питьевой режим. Все прекрасно знают, что при любой интоксикации, при любом токсическом воздействии, обязательно обильное питье, да, рекомендуется обильное питье. В данном случае также обильное питье, которое рекомендуется в виде обычной чистой питьевой воды, либо прием минеральной воды. Рекомендуется прием лицетина. Хотелось бы немножечко остановиться на лицетине. Лицетин в целом является для нашего организма строительным материалом для клеток, для клеток мозга, для клеток печени, для клеток сердца. Соответственно, лицетин мы употребляем с различными продуктами питания, и лицетин делится на два вида. Есть лицетин животного происхождения, который содержится в таких продуктах, как печень, рыба, яйца. И есть лицетин растительного происхождения, который находится, допустим, в орехах, в арахисе и в соевых продуктах. Так вот, в качестве, так скажем, добавки к лицетину, которую мы получаем с пищей, можно его применять в виде, так скажем, биологически активных добавок для того, чтобы укрепить клеточную стенку. И хотелось бы отдельно сказать про такие фрукты, бананы, яблоки, дыни, которые нужно применять обязательно. Тем более, мы знаем, что в яблоках содержится очень много цинка, но их нужно применять отдельно, употреблять отдельно от другой пищи, то есть как самостоятельное блюдо. Если говорить о местном воздействии, о местном воздействии мы остановимся на самых простых, опять же, не медикаментозных воздействиях. Мы обратились к литературе, обратились к знаниям Михаила Альбертовича Спотялова. И вот одним из методов, так скажем, воздействия на псориатические кожные образования применяется жирная сметана, вот в таком соответствии, да, и обязательно с применением НИМа размешивается и наносится на пораженные участки, оставляется минут на 15-20. Вот это вот местное воздействие лучше всего сочетать с приемом внутрь Брахми, который, посмотрите, лучше всего применять в состоянии натощак, лучше всего утром до завтрака и уже после ужина, вот утро-вечер, и лучше всего запивать Брахми молоком. Опять же, молочный продукт, опять же, щелочной компонент и наличие кальция. Теперь давайте остановимся на основных индексах АПК Ведопульс, которые могут нам подсказать и быть маркерами такого заболевания, как псориаз. Как обычно, мы рассматриваем несколько модулей, одним из которых является модуль меридианы. Так вот, при псориазе, прежде всего, нужно обращать внимание на состояние меридиана печени. Мы уже поняли, да, что печень – это основной орган, который вовлечен при псориатическом процессе, внутренний орган. Так вот, существуют различные отклонения со стороны активности меридиана печени. Отклонения от нормы, то есть выход из состояния стабильности. Это может быть состояние, связанное с напряжением по меридиану печени, а также это состояние может быть связано с истощением по меридиану печени. Следующий модуль – это модуль недана. Ну и мы, как обычно, разбираем вкладку недана субдоши. Прежде всего, хотелось бы остановиться на пита субдоши, так как мы сказали, что проявления на коже, прежде всего, связаны с пита дошей. Поэтому, на что мы обращаем внимание по субдошам? Ну, прежде всего, это две субдоши – это броджака и оранжака. Если мы говорим о состоянии броджака, то это, в частности, сияние кожи, а более подробная характеристика – это иммунная система кожи. И, соответственно, броджака, вовлекаясь в процесс, может быть, как мы видим, также находиться в нестабильном состоянии, либо находиться в состоянии выраженного напряжения. Ну, здесь тоже показано напряжение. Ну, как правило, напряжение. То есть напряжение, оно связано с обострением, с выраженностью процесса, с яркостью проявлений клинической симптоматики. Будет напряжение. Вторая субдоша, на которую обращаем внимание, – это ранжака. Ранжака – это та субдоша, которая отвечает за состояние печени. Соответственно, ранжака может находиться в двух состояниях. Либо это напряжение, как здесь показано, либо это состояние нестабильности, уменьшение активности, то есть снижение активности ранжаки. Это питадоша. Вторая доша, которая тоже затронута при развитии псориаза, мы сказали, – это ватадоша. При оценке субдош по ватадоши, прежде всего, обращаем внимание на состояние прановаты. Активность прановаты, вот как здесь показано, наличие ее в красном спектре, свидетельствует о присутствии какой-то стрессовой ситуации, то есть воздействие стресса. Это активность прановаты. И еще две субдоши, на которые нужно обратить внимание, – это апанавата. Апанавата – это в целом работа толстой кишки. Толстая кишка – это также один из органов детоксикации, то есть один из органов выделения. То, что касается вата субдоши, обращаем внимание на апанавата. Апанавата – это характеристика работы толстой кишки. Толстая кишка – это орган выделения, орган выделения в том числе и токсических продуктов. Соответственно, при ярко выраженном псориатическом процессе апанавата может вовлекаться в процесс, находиться в состоянии напряжения, так и в состоянии выраженного истощения. И следующая субдоши – это саманавата. Саманавата, которая в целом характеризует огонь пищеварения, в целом активность метаболических процессов, поэтому также может несколько выходить из состояния стабильности. Вот основные маркеры проявления псориаза по недано-субдоши. Следующая вкладка – это вкладка ТХАТУ. Недано-ТХАТУ. Недано-ТХАТУ, так как это воспалительный процесс, местный воспалительный процесс, либо приоритродермия – это системный процесс, то обязательно будет вовлекаться рак ТАТХАТУ. Рак ТАТХАТУ при выраженном процессе, конечно же, будет находиться в состоянии напряжения. И следующий модуль – это модуль биоэнергетики. Мощность энергетического поля может быть либо в состоянии истощения, либо в состоянии напряжения. Предлагаю вашему вниманию таблицу, которая демонстрирует лекарственные растения, которые применяются при псориазе, и соответственно эти лекарственные растения подобраны по различному типу ДОЖ. Как обычно, в той колонке, где стоит знак «плюс», эта трава рекомендуется, где стоит знак «минус», лучше ее не назначать при лечении псориаз. Ну вот из всего того, что здесь я вижу в чате, что вы пишете, я видела про вопрос про минус 53 градуса и отморожение пальцев на ногах. Да, действительно, действие мороза, локальная температура такое влияние оказывает. Но мы говорим о криотерапии, которая назначается с лечебной целью, это лечение азотом в специальных камерах, поэтому это ни в коем случае не воздействие температуры на улице. Поэтому такой способ воздействия на псориаз применяется. Ну, если вопросов больше нет, то всем большое спасибо и до следующих встреч. До свидания.